Всем привет, с вами Priya. Хоть патч 8.2 уже будет достаточно скоро, но все же стоит поговорить о нем, как о всей составляющей, и как же лучше все-таки к нему подготовиться различными способами, различными методами. Есть даже пару личных советов от меня, от человека, который уже наиграл в эту игру около 10 лет, можно сказать, почти ежедневного какого-либо фарма, ежедневного какого воздействия на эту игру сделавшего. В общем, суть проста на самом деле. Что нам нужно знать изначально? Изначально при выходе какого-либо патча нам нужно знать дату его выхода, обновления, да, окей, в текущем случае. Мы прекрасно знаем, что это 26 число, это уже завтра будет, и значит, что нам нужно подготовить? Нам нужно подготовить наш максимальный нег. Те, кто активно играл, конечно же, 50-й левел заутал давно, ну, я как человек, любящий поделать какие-то сошел-вещи в последнее время, остановился на каком-то там 45-м, 46-м, 47-м на воине своем, ну, собственно, что-то прокачал, что-то сделал, ну, в общем, как-то что-то восполнил. Я думаю, первые квесты, которые будут на Мехагоне по стартовой цепочке, которая откроется завтра после техобслуживания, кстати, насчет него, я уверен, что оно будет не до 12 по Москве. То есть в 10-9 утра по московскому времени уже 100% сервера включатся, и даже не уявляйтесь тому, что люди будут в вашем батлнет-списке друзей уже в игре, так как абсолютно все обновления, которые выходят, ну, они постоянно ошибочны в плане того, что закрытие серверов ставят обычно на такое временное количество, чтобы, если вдруг что-то пойдет не так, люди не прикапывались к этому, поэтому ставят до 12. На деле все будет намного раньше, и недельное вскрытие сундуков будет вовремя, и все будет хорошо. Делаем максимально все, что можем. Делаем максимально все, что можем, как лично, так и в какой-либо группе, рейде, там, ради шмота и всего такого прочего, хотя я думаю, вы это сами прекрасно знаете, все зависит от ваших целей. Квесты, я уверен, на мехагоне будут интересные, будут классные, сил артефакта мы получим до кучи, там, здания артефакта подрубят с какой-то недели, это 100% прокачивать нек будет еще легче, в итоге, даже если вы в текущий момент, как и я, не докачали 50-й нек, вы будете отставать, ну, лишь на чуть-чуть, наверное, с теми людьми, которые в текущий момент имеют 50-й, и, быть может, как-то слишком агрессивно стартанут в новом обновлении. Кстати, насчет старта, еще такое небольшое предисловие. Всем тем, у кого в текущий момент подписка неактивна, компания Blizzard расщедрилась и выдала 3 дня бесплатного времени. Это весьма интересно, и если в текущий момент у вас подписка не оплачена, то, конечно же, вы можете их союзать, вам, возможно, придет на почту письмо, или же нужно в управление учетной записи зайти, и вы получите эти 3 дня и спокойно можете играть, так же, как и со всеми людьми, осваивать мехагон. Но, быть может, у вас есть какие-то другие цели в этой игре. Контента будет очень много, поговорим о нем. Это полеты, это подземелья для питомцев, это рейд, который выйдет через какое-то время после того, как стартанет завтра патч. Там, по-моему, недели через 2, а именно 10 июля у нас стартанет рейд в режиме нормал героек. Ну, а 17-го откроется эпохальный режим и первый его квартал в Волфере. Собственно, 3 квартала будет в Волфере, и они продлятся аж до 14-го числа. Ну, а, конечно, 27-го ждет нас очень хорошее, классное событие, стримы которому посвящены в текущий момент очень частые. Вот, надеюсь, вы тоже это событие ждете. Что еще можно сказать? Контента много, контента действительно до кучи, можно делать хоть что. В текущий момент игра развивается, и это радует. Если поговорить еще о каких-либо новинках, ну, не знаю даже, плейлист, собственно, сделан по 8-2, и если у вас есть желание, то можете абсолютно полностью его чекнуть. То есть, все какие-то мысли, все какие-то первые взгляды на, там, сущности, которые в шею будут всунуты, вкованы по новой игровой механике, по новой игровой системе. Видосик с этим есть, там все рассказано, все понятно, в принципе. На тот момент времени, конечно, многое, возможно, поменялось. Таблица лута есть, постарался более-менее так структурировать видосы по 8-2, даже в те моменты, когда никаких либо официальных анонсов не было, в принципе. Насчет того, что там анонсирована сущность, анонсированы полеты. То есть, зашел на ПТР, увидел ачив, сделал ролик по полетам. Там требования очень простые, кстати, и хоть кто стопроцентно сделает их, рано или поздно. Ну, в среднем там это займет 3-4 недели. В принципе, срок хороший, то есть, все полеты так делались, насколько я правильно помню, там плюс-минус неделя. У хуманов это, конечно, дело будет быстрее, за счет их пассивочки на 10% усиленного получения очков репутации. А где она? Короче, где-то она есть, вот на дипломатии. Ну, конечно, с целью подготовки к какому-либо патчу, стоит не забывать о своем здоровье. Желательно подойти полностью выспавшимся к выходу чего-то нового, полностью отдохнувшим и полностью залеченным. Это говорю я. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, занимайтесь хорошими делами и получайте полеты. Также не забывайте про локалки, шею нужно будет качать вновь. Но те, кто долго не играл, при заходе в игру получат 35 уровень шеи. Это неплохо. До скорого.